Еще одна гастрольная байка, которую мне хотелось сегодня с вами поделиться, но начну с небольшой преамбулы. Дело в том, что раньше, в советские времена, наших граждан за границу выпускали с очень большой осторожностью и опаской. Прежде чем ты мог поехать в капиталистическую страну, ты был обязан сначала посетить страну соцлагеря. И если в той поездке по социалистической стране ты себя зарекомендовывал положительно, надежно, только в этом случае, возможно, тебе давалось право посетить капиталистическую страну. И вот мы были на гастролях в Архангельске. Там мы познакомились с моряками, моряки торгового флота. Как мы познакомились, это совершенно отдельная история, достойного отдельного рассказа, который я когда-нибудь потом еще вам расскажу. Но дело не в этом. Ребята полгода где-то были в плавании, им выдали полугодовую зарплату, всем. Только они собирались разъехаться домой, как вдруг, неприятно, заболел экипаж где-то там, им нужно было вылетать на подмену. Где-то приблизительно через неделю. И понятно, что уже куда-то там съездить домой они не успевали, они остались жить в гостинице. Пригласили нас, говорят, ребята, доставят деньги из крови, говорят, надо потратить. Таких денег я никогда в жизни не видел на тот момент. И дальше начался какой-то ураган сумасшедший, потому что они ездили с нами по всем концертам. Причем если за нами прислали филармонический автобус, они брали несколько автомобилей такси, их было 15 человек, размещались в этих машинах, которые служили им баром, потому что весь багажник был до отказа забит шампанскими, коньяками, фруктами, шоколадками и прочими вкусняшками. Они приезжали на концерт, смотрели, гоготали, ржали все время, выпивали там во время концерта. После концерта они забирают нас себе, мы ехали в гостиницу, и там продолжался ураган веселья, анекдоты, песни, байки какие-то. Ну, в общем, это было что-то невероятное. Все это длилось до утра. Под утром мы расходились, уставшие, несколько часов сна, а на следующий день все повторялось по новой. И вот в таком режиме мы повели вот эту неделю. Наконец пришел день их вылета, мы проводили их в аэропорт, они куда-то там улетели, а мы поехали дальше по гастролям. То есть там рядом с Архангельском, Холмогоры, Северодвинск, Новодвинск, еще какие-то города. И наша гастрольная поездка продолжалась благополучно еще две недели. По истечении которых я вернулся домой в Питер, захожу домой, меня встречает теща, чудная, славная женщина, царство и невестное. Она открывает мне дверь, бледное, как полотно, застегивает халат, говорит, Николай, тебе телеграмма. Я разворачиваю, читаю. Долетели нормально, все живы, все в порядке. В общем, нормальная телеграмма, что? Она говорит, это телеграмма из Лиссабона. Николай, скажи мне честно, ты шпион? Вот такие были непростые времена.